Доброе утро, дорогие друзья! Ну а теперь о тех культурных событиях, которые совсем скоро, а именно 22 января, свидетелем которых вы можете стать. Мы приглашаем всех на концерт, который пройдет в концертно-театральном центре «Югра-классик». И об этом мы подробнее поговорим с главным балетминистром ансамбля песни и танца игры Михаилом Бангом. Доброе утро! Доброе утро! 22 января в КТЦ «Югра-классик» будет концерт «Русская душа». Что это за концерт? Вот не, чтобы артисты все каникулы работали же, получается, практически. И тут на тебе, а это ведь, значит, репетиции, не покладая живота своего, трудитесь ради зрителя. Рук и ног, да. На самом деле это довольно-таки такой интересный будет концерт, на мой взгляд. Почему? Потому что это будет не музыка звучать, не народные инструменты, как мы привыкли, а будет звучать духовой оркестр. Это довольно-таки такая интересная... То есть вот ансамбль русских народных инструментов – это одно, а духовой оркестр, представьте, это совсем другое. Это совсем другое, да. Другое звучание известных произведений. Да, народных. Причем, что самое интересное, народные песни и народная музыка танцевальная будет звучать именно в исполнении духового оркестра. Это как бы такой небольшой эксперимент мы решили сделать. Вообще, на самом деле, инициатором этого всего это был художественный руководитель духового оркестра «Югры» Сверидов Сергей. И он ко мне подошел и говорит, «Миш, а может быть мы попробуем сделать вот именно вот такой эксперимент, что будет духовой оркестр играть народную музыку?» Так, хорошо, с оркестром понятно. А вы тогда что будете делать? А мы будем танцевать народные танцы, и будут звучать народные песни, будут звучать городские романсы. Я думаю, что это будет довольно-таки интересный такой концерт. Вот, так что мы всех жителей, гостей города обязательно приглашаем. Поместятся ли все артисты на сцене? Дело в том, что мы будем задействовать в концерт-театральном комплексе «Югра-классик» есть яма оркестровая. То есть духовой оркестр в яме будет? Будет в яме оркестровой, да, как полагается. А хореографический коллектив, ну, ансамбль, да, и солисты, вокалисты будут находиться на сцене. Но вообще репетиции уже начались. Да, репетиции полным ходом. У нас они были в декабре месяце, то есть и вот сейчас мы продолжаем также репетировать, готовимся. Вот интересно, насколько это сложно все-таки, сложно оттачивать вот эти движения коллективные под духовой оркестр Югры, вообще под духовой оркестр. И вообще репетиция подозревает фонограмму или оркестр обязан участвовать на всех репетиях? Оркестр, они подготавливали как произведение, для них сложно на самом деле, потому что все партии, партитуры написаны под народные инструменты. Это велась большая работа, потому что аранжировка обязательно именно под духовые инструменты. И плюс к этому им сложновато, потому что, допустим, если на балалайке или на домре это струны, да, и тут своя специфика игры, да, то для духовых это очень сложно. Допустим, какие-то трели, какие-то переливы, это все, то есть быстрая техника, потому что будут использованы плесовые наигрыши, так скажем, да. А это все-таки больше для балалайки, для баяна, нежели чем для кларнета, допустим, или для флейты, так скажем. Ну, здесь как раз, мне кажется, вот этот симбиоз, он и позволит сейчас тем, кто услышал, да, о том, что 19-го числа, 22-го, не говоря, в 19 часов концерт на театральном центре «Игроклассик» состоится концерт «Русская душа». Во всем остальном это будет классический концерт? Мы постараемся его... Песня-танец, песня-танец? Да, кopleстром, да, который играет народную музыку, ну, надо экспериментировать уже, так сказать, полностью, да. И мы решили, что все-таки это будет театрализованное такое так представление. Ну что ж, мы желаем, чтобы вот эти планы, разумеется, воплотились в жизнь. И еще раз приглашаем всех, дорогие друзья, на концерт «Русская душа» 22-го января в 19.00 в концерт на театральный центр «Югроклассик». А с Михаилом Панковым мы прощаемся. Спасибо, Миша, за беседу. Хорошего дня.